Всем привет дорогие друзья понедельник 21 ноября меня зовут Денис и говорим показываем мы с вами о такси на этом канале порция самых свежих новостей все что касается такси начать хочу с утреннего происшествия очередной труп водителя такси был в москве найден в автомобиле сообщается что это мужчина 50 лет был задушен вероятно во время выполнения заказа ведется следствие будут какие-то новости обязательно с вами поделюсь ну либо здесь на канале подписывайтесь либо телеграм-канал ссылка сразу в описании вот там какие-то оперативные новости появляются быстрее чем на ютюбе теперь к теме этого выпуска яндекс такси очередное нововведение теперь когда пользователь меняет маршрут по в поездке вместо расчета по счетчику пересчитывается фиксированная стоимость новая цена отображается примерно через 10 секунд после того как вам приходит уведомление что это значит это значит что поездки будут еще дешевле счетчик был единственным спасением в такси в яндекс такси для всех нас ну вот уже несколько лет последних и теперь если у нас уберут еще и возможность счетчика это значит что пересчет будет в меньшую сторону либо просто за копейки все это будет осуществляться ну очередной гимор вот на голову водителя если сюда добавить что буквально ну некоторое время назад если вы не накатали в сервисе золото или платину в предыдущем месяце то на следующий месяц у вас есть возможность только подключать тариф гибкий либо конечная точка для вас будет не видна а тариф гибкий это плюс шесть процентов что это значит это значит комиссия повышенная на целых шесть процентов если добавить что сегодня всеми правдами и неправдами с водителя собирают порядка тридцати процентов то плюс шесть это уже сорок а где сорок там и пятьдесят половину заработка яндекс такси в ближайшее время будет стабильно у нас у водителей такси забирать такая вот грустная новость ну яндекс к слову я не знаю замечал кто-то из вас или нет он успешно наебывает нас на всех этапах сотрудничества с ним вот к примеру средняя подача то есть в каком-то варианте эту подачу вы можете пропустить да ну кто в такси работает понимает вот есть подача есть дальняя средняя соответственно ближняя вот без потери активности вы можете дальнюю пропустить но та подача которая бывает дальние буквально следующий закат расстояние еще больше чем была дальняя она уже в яндекс такси отмечается как средняя то есть в принципе вот эта вот дальность подачи она весьма условная такая в яндексе то есть яндекс по своему усмотрению считает нужным вот дать в обязательном порядке заказ водителя он его дает в обязательном порядке отказаться ну никакой возможности фактически из новостей которыми яндекс на этой неделе обрадовал всех водителей без исключения это возможности психологической помощи в поддержке то есть бессмысленный звонок разговор ни о чем вот теперь можно неважно золото у вас там платина либо любые какие-то там другие там рейтинги не рейтинги вы всегда можете позвонить в поддержку где вам обязательно помогут а именно скажут что они ничего сделать не могут помочь не могут но обязательно выслушают вот такой вот бесплатный сеанс психотерапии теперь для всех водителей яндекс такси в сервисе существует ну и это вот из позитивных новостей если ну кто-то в такси работает понимает ну вся позитивность да весь юмор этой новости наверное главное знаете что хотел отметить в этом выпуске в ближайшее время рейды по такси предновогодние ну кто давно работает знают они будут проходить в усиленном режиме и уже сейчас сотрудники останавливают автомобили сдают какие то вопросы и вот работа в этом направлении будет вестись поэтому но обязательно путевая документация не забывайте про нее может быть последнее какое-то время рейдов стало меньше и кто-то стал про нее забывать ну не забывайте путевую документацию обязательно с собой иметь хотя знаете вот эти вот рейды проходят проводятся там водителей всячески прессуют но сами сотрудники в тот же самый момент успешно в кавычках в кавычках нарушают ПДД занимая остановки стоянки для такси и ничего за это им вообще нет их занимают мы рейды проводили несколько лет назад их занимают водители различных обладателей так называемых блатных номеров да там с охраной ездят какие-то так называемые вип персоны вот они просто останавливаются на стоянках такси звонишь там 112 сообщаешь никаких вообще к ним санкций не применяется а водитель при этом остановиться не может стоянка занята где-то встал штраф 3000 рублей вот вот этот вот вип персоны он имеет какой-то приоритет над таксистами и то же самое касается пожалуйста водителей спецтранспорта сотрудники дпс гаи я не думаю что кому-то из них штраф приходит успешно занимают стоянки в городе для такси и ничего за это им абсолютно нет при этом сегодня они постояли на стоянке а завтра они выйдут на рейд и будут еще за путевые листы водителей наказывать вот так вот живем замечательно в нашем правовом государстве где никто ни за что не отвечает есть только кнут пряника нет ну улыбаемся и машем дорогие друзья ну что дальше на линию работать расскажите как у вас с работой кстати вот эти выходные прошли для многих очень успешно для водителей были кэфы были ну то есть были пассажиры было все отлично я общался с пассажирами сам активно работал и субботу и воскресенье в пятницу чуть менее активно субботу и воскресенье отработал общаюсь с пассажирами как вам цены в экономе да они говорят цены как цены какая говорит мне разница вот я захожу в приложение показывает там поездка 500 рублей захожу через пять минут там пятьсот десять захожу через там десять минут четыреста восемьдесят в любом случае мне надо ехать поэтому я в любом случае вызываю такси почему в будни это поездка стоит семьдесят рублей а на выходные в экономе да в том же самом а на выходные пятьсот никто не понимает в том числе и пассажиры поэтому ну нужно как-то яндекс призвать к тому чтобы тарифы были едины 500 рублей люди готовы ездить на выходные за эти деньги они поедут и в будние дни почему в будние мы вынуждены возить по 70 рублей заказы мне лично непонятно на этом все друзья с вами был денис порция самой свежей информации из сферы такси за неделю всем удачи